Представители ОНФ проверили аптеки города. Общественникам повезло, защитные повязки они нашли во всех торговых точках, где побывали. По словам фармацевтов, спрос на медицинские маски высок, берут сразу по 50-100. Во Всероссийском народном фронте удивились разбросу цен. Так, в одной из аптек упаковку из пяти защитных повязок удалось купить за 80 рублей. А вот в другой цена оказалась в пять раз ниже. Хотели бы у вас вопрос о наличии маски. У нас наличие, да, нет. То есть проблем с ними нет, да, что у вас? Нет, нет. То есть есть некие волнения, что в аптеке у нас нет масок, что это такой-то дефицит. Но вот сколько мы ряд объектов уже посмотрели, вот мы провели мониторинг общаясь с народным фронтом. Мы посмотрим, есть ли наличие маски или нет, и доступны ли для граждан. Какой ажиотаж? Наличие маски есть, ажиотаж есть на них в простом пользе. Да? Некоторое повышение цен все-таки наблюдается, но, как поясняют фармацевты, это происходит из-за поставщиков, у которых эта продукция стала дороже. По данным ОНФ, себестоимость маски не должна превышать полутора рублей за единицу. Дабы предотвратить завышение цен, общественники направят все полученные во время рейда данные в федеральную антимонопольную службу. И если ФАС увидят, что цифры на языкетках необоснованно высоки, аптека может лишиться лицензии. Сейчас Народный фронт уже проверил семь городских фармацевтических точек. В перспективе проверка еще десяти. Мы уже увидели разницу цены, вы воочию все это увидели, знали на камеру. Мы подготовим аналитику, соответственно, определенную структуру и органы должны все это проверить. Мы дадим свои данные, а это уже, как говорится, определенные службы должны, на та же ФАС, проверить, насколько завершаются цены. И уже им принимать решение, будут ли они там, забирать лицензию или не будут. Конечно, все должно быть доступно, и хотя бы плюс-минус цена должна быть соответствовать. Общественники переживают, что в случае дальнейшего нарастания ажиотажа и заболеваемости ОРВИ и гриппом может возникнуть дефицит медицинских повязок и противовирусных средств. В администрации Сургута рассказали, что опасаться не стоит, ситуация под контролем. Мы провели заседание Санитарно-противоэпидемиологического совета при комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где было принято решение аптечной сети обеспечить неснижаемый запас, необходимый запас как масок, так и противовирусных препаратов. Сегодня наши специалисты съездили, посмотрели ряд аптек, указанные средства в аптеках есть. В мэрии города призывают владельцев аптек не гнаться за быстрым рублем и предупреждают, что в случае завышения цены искусственного создания дефицита препаратов и индивидуальных средств защиты действия последуют незамедлительным. Елена Монатиди, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.